Здарова, стратегические жевжики! Этот симпатичный паренёк, которого вы видите у себя на экране, Алексей Халецкий, а это значит, что вы на канале Лёша Играет, и я этим видео начну прохождение Old World за Персию. Был у нас стрим, мы там с ребятами определились, за что сыграть, потому что довольно скоро Old World будет релизнута в Стиме, там будет и русская версия, но сейчас я пока модом пользуюсь, причём это любительский перевод, так что, к сожалению, пока я не могу вам показать русский перевод, я связывался с разработчиками, они сказали, только вместе с релизом будет русский перевод. Может быть, может быть, я всё-таки чуть пораньше его получу, но пока мод. Релиз в Стиме состоится 19 мая, то есть чуть меньше месяца осталось, поэтому я и решил записать это прохождение, чтобы вас подогреть. Да, игра была до этого в Epic Games Store, так что, я думаю, многие мои зрители и уже попробовали её, но всё-таки релиз в Стиме — это более важный релиз, что ли, и тем более тут каждую неделю патчи выходили. Итак, играть мы решили за персов. На том стриме персия даёт плюс 50% к продукции, но это имеется в виду выхлоп, то, что мы добываем на клетках. Дальше во всех городах постройка отрядов дальнего боя на четверть дешевле, и пастбище дают дополнительно половину приказа. Начальные технологии — обработка железа, охота и животноводство, то есть мы сразу сможем пастбище строить, сразу сможем прачников строить и сразу воинов. Уникальные отряды сооружения мы пока... Ну, это для пантеонов, а вот этих ребят мы сразу не сможем строить. Ну и четыре семьи. Напомню, Old World у нас построен на том, что мы из четырёх семей можем трёх использовать, ну и даже лучше всего трёх и использовать. Дальше. Расширенные настройки. Персия. Архетип лидера случайный, потому что для всех цивилизаций есть начальный лидер, с которым вы начинаете. Например, для Рима это Ромул, по-моему. В данном случае у нас будет случайный абсолютно. Количество оппонентов максимальное, продолжительность жизни стандартная. Наследование. Давайте сделаем так, что женщины могут наследовать только, если нету наследников мужского пола. Ну, что более так логично для того времени. Ну, первородство, естественно. Сложность я ставлю прославленной. Не рекомендую вам, World World, сильнее стоять. Я вообще не уверен, что я на прославленном победю, на самом деле. А вот это еще сложнее будет, так что имейте в виду. Сила племен — это мелкие племена. Они будут сильные агрессией, и они будут агрессивные без преимущества. Потому что тут можно поставить еще больше преимущества, чтобы у них и города там были. Это очень тяжело будет. Все победы включены. И карту я поставлю внутреннее море, чтобы как будто на Средиземноморье было похоже. Ну и количество ресурсов среднее. Все, я думаю, можно начинать. Так, рандом выдал нам царя Камбиса-основателя. Он у нас интриган. Как правитель может использовать легитимность для покупки приказов. Плюс два приказа за каждую войну. Разведчики невидимые. Вот это, кстати, прикольно. Это именно способность правителя такой. Такое. Меньше храбрости. Вот видите, минус 4 очка военных. Но зато мудрый плюс 8 к науке. И дисциплина плюс 16 к деньгам. Ну, прикольно. Вы правите молодой нацией в Древнем мире. Мир, где господствуют державы. Где вам предстоит прославиться. Так, пришло время основать столицу. В Old World города можно основать только вот на таких клетках. Видите? Смотрим, что у нас по Ресам. Так, это у нас... Сейчас вспоминаю горячие клавиши. Б. Ага, вот. Вот это важное. М у нас показывает красители культуру. Красители, жемчуг. Это, кстати, ресурсы на счастье. Рыба тут. Дичь. Ну, кстати, хорошее. Я, наверное, тут бы и ставил. Ведь тут зависит от того, что у нас в границах будет. Сейчас, слушайте. Даже если я сюда ставлю, все равно у нас тут в границах остается все это. Может, лучше туда немножко подальше. Давайте все-таки сюда длину. И как... И кого мы будем использовать? Значит, наездники. Плюс два военных... Ну, вообще... По умолчанию лучше, конечно, с военного города начать, потому что вы военные юниты будете вначале строить. Но здесь надо... А, слушайте, так это еще. Охотники и наездники. Две военных семьи в Персии. Вы знаете, походу нам лучше охотников основывать, потому что, смотрите, лагеря дают и сети плюс 100 продукции. А у нас как раз красители, жемчуг и обе рыбы – это сети. То есть плюс 100 к продукции будет, когда мы построим. А дичь – это лагерь. Новые отряды дальнего боя получают повышение страж. Так мы еще прям с пращечников и начнем, видимо. Потому что у Персов просто плюс к созданию всех этих юнитов. Да, начнем с охотников, несомненно. И, наверное, светилище будем открывать. Хотя играми почему-то рекомендую... Ну, вообще, в этом тоже есть определенная логика. Потому что пращников мы не сможем строить без камня. О, у нас сразу тут гарнизон. То есть мы сможем губера посадить, если что. Блин, может, действительно лучше каменоломни обработать? С другой стороны, где мне тут каменоломни ставить? Вопрос. Не, ладно, каменоломни. Все-таки каменоломни. Ну и начинаем сети тут сразу делать. Выхлоп-то большой. Видите, автоматом поселенец очередной начинает строиться. Так, давайте подумаем. У нас есть три полководца. Я бы, наверное, самого царя в город посадил. Тем более, у нас гарнизон есть. Да, давайте. Два приказа, правда, стоит. Но оно того стоит. У нас сейчас осталось приказов еще два. Ну, давайте тогда... Прачника, полководца, только кого. Опаму-младшую или... Плюс три к зоне видимости, плюс один к обнаружению, восприимчив к критическому удару. Шести-процентный шанс к критическому удару и плюс шесть очков опыта каждый ход. Наверное, все-таки этого возьму. Опаму-младшую минус сто очков. Ну, неплохо. И один приказ у нас остался, наверное, давайте скаутом. У нас место основания города видно какое-то, а там горы. Вспоминаю, у нас карта внутреннее море. Это значит, что в центре большое море у нас будет, а по бокам вот она такая не зацилиндрована. Так, ну, вроде все сделал. Пожалуй, выключу свою ружу. Давайте царя переименуем только. Единственное... Давайте у нас будет не камбис, а... Лешис. Он будет Лешис-основатель. 22 года. Очень на меня похож, конечно. Мудрый, но трусливый. Завершаем ход. Понеслась. Так, вот тут мы сначала скаутом, конечно, бегаем. О, первый правитель, который нашел лес. Давайте жевжиков-скелес назовем. Это тоже прикольно, что можно называть. Да, кстати, когда вы открываете какие-то ресы, вот видите, в данном случае мрамор, свиньи. Они вам... Вот свиньи добавило еду, мрамор добавило камня сюда. Видите, еще вот еды, семь и шесть добавилось еды. Ну, добавляется тем меньше еды, чем дальше вы от города открываете... Ну, ресурсов. Чем дальше вы от города открываете все эти места. Так, вот тут у нас уже варвары сидят, к ним не полезем. Давайте я подойду вот сюда и уровень дам. Кровожадный против раненых. Давайте против раненых. Это наш наследник Остиак, да? Давайте тоже как-нибудь его переименуем. А, по-моему, у нас нету наследника? Вообще-то у нас нету наследника. Нам надо еще... Ладно, пока не будем себе искать жену. Да, кстати, мы еще можем собирать здесь эти резы, но я пока не... Хотя... Этот явно сейчас будет больше приказов. Давайте пока побегаем. О, золото нашли. Было, может, этот город рассмотреть получше. Куда же мне надо? Так, у меня четыре приказа. Давайте соберем тут оленей. Видите, десять еды. И здесь свиней. Надо бы камень, конечно, собрать. Вот, скаута не видно, поэтому его не атакуют. Не атакуют варвары. Тут какие-то пустыни. А что, по пустыне по одной клетке только ходит юнит? Так, собираем мрамор. И сюда, к городу. Посмотрите, что тут вокруг какие ряды. Тут мрамор точно. И свиней точно можно будет собирать. А больше все, что ли? О, биатийская равнина. Ну ладно, давайте так и оставим название. Фракийцев. Ну это малая цивилизация, это небольшая. Прибыл посланник фракийцев, везя с собой в дар дерева. Он надеется установить с нами мирные отношения. Рассказывает, что фракийцы большие мастера в выращивании и освоении лесов. Это уже пронесло им процветание. Ну потрясающе. Давайте примем дерево и перемирие с ними. О, руинка. Давайте заглянем. Экспедиция поражена системой мощенных дорог в этом заброшенном месте. Инженерные знания, необходимые для строительства подобного объекта, значительно превосходили свое время. Какие будут указания? Можем разобрать на камень. Плюс одна дисциплина и 200 камня. Либо изучим технологию рабочая сила. Давайте все-таки изучим технологию создания. Дополнительная теха, по-моему, никогда не помешает. Да, если остаются приказы, то они конвертируются в деньги. Сейчас вам покажу, где это пишется. Смотрите, можем исследовать 200 еды дополнительных. Я бы исследовал, потому что мы сейчас строим поселенцев. Потому что если я не возьму, то эта карточка сбросится. Поэтому я бы исследовал, потому что каждый поселенец стоит 100 еды. Так, на минуточку. Сейчас подумаю, что мы там будем строить. И вот эти приказы проданы за 10 золота. Вот тут написано. Так, нам тут предложили одну из девушек в жены. Либо тактика. Двое мудрости, две дисциплины. В итоге три мудрости, три дисциплины, но не очень красивая. 28 лет. Либо 18-летняя, мудрая и немножко храбрая. 18 лет. Интриган. А это тактика. Ладно, давайте хуранзим возьмем. В жены. Так, сейчас я подумаю. Спайсель. Ну, конечно, надо сюда везти. Что тут думать? Надо же пока и нет. Ну, на месте варваров тоже город возможен. Но пока надо сначала оттуда варваров убрать, чтобы там что-то строить. Ладно, давайте пока мрамор соберем. А, это соль. Это соль. Культуру дает. Поехали скаутом. Все равно уже сюда. Не, ну нам надо прачника строить. А на что мы тратим камень? Содержание замка, видимо, два камня стоит. Окей, тут тоже можно город поставить. Ну, тут как бы сорга. Только сорга неинтересно. Давайте пока вот. Лагерь, явно лагерь варваров очень богатым местом будет. Видите, тут у нас... Так, здесь я, наверное, сюда буду город ставить. Так, охотников мы уже поставили. Кто у нас тут еще есть? Политики. Дополнительный... Дополнительный город дополнительный приказ. Дополнительные цивики. Плюс 400 цивиков даст. Пока все. Священнослужители. В городах минус два несчастья. Можно строить городские сооружения в пустыне. Слушайте, это нам куда-то сюда надо реально будет поставить. Видите, тут пустынка у нас есть. Монастыри и храмы. 50% продукции. Быстрее апостолы. Ну, не знаю, я бы, короче, не строил точно уже наездников, раз у нас есть охотники. То есть, надо выбрать между священнослужителями и политиками. Наверное, в данном случае все-таки политиков тогда. Лешис Созидатель. Тут начнем с рабочего. Чтобы вот тут нам давали этот джемчуг. Нам нужен специалист. То есть, то, что мы просто сети тут поставили, нам только дает культуру и деньги. Но не жемчуг сам. То же самое будут красителей касаться. Посланника нумидийцев сопровождает на удивление вышкаленный отряд. Еще на подходе к столице они устроили, как бы невзначай, полное боевое перестроение. Нумидийцы ничем не угрожают, но ясно дают понять, что под их рукой мощная сила. Так, требуется царь... Чтобы у него больше двух была дисциплина. Ну, я предлагаю, давайте обойдемся без ссор. Я бы тут вначале не выделывался на этом уровне сложности. Прямо вам скажу. Так, мы можем выбрать закон. Рабство либо свобода. Ну, я бы начинал с рабства, потому что дает больше приказов. Но потом мы на свободу переключимся, потому что... Так, и амбицию надо выбрать. Контролировать четыре города. Да, вот это я выберу сто процентов. Потому что я буду к этому стремиться. Это одна из побед. Выполнить десять амбиций. Видите, уже два города мы контролируем. Осталось еще два поставить. Ммм, не хочу коз, честно говоря, доить здесь собирать. Боеды у нас дофига. Я бы лучше исследовал территории дальше. Карфагеняне встретили. Наши разведчики примечают отряд вооруженных карфагенян. Они секут кнутом человека, связанного по рукам и ногам. Воины обвиняют его в подстрекательстве мятежа, нападении на членов царской семьи и попытке проникнуть в сокровищницу. А человек только повторяет, он ни в чем не виновен. Карфагеняне настойчиво просят наших людей идти своей дорогой. Либо пойдем своей дорогой, но Лешис станет жестким. Либо устроить стычку и отбить пленника. Я бы отбил пленника. И у нас появился новый министр. С харизмой и дисциплиной. Строитель. Ну, кстати, ничего такое. Так, но мы пока валим отсюда. А где карфаген интерес? А, вон карфаген. Слушайте, так он недалеко. Он недалеко очень даже. Так. Ну, мне по идее здесь надо очень срочно город ставить, по идее. Чтобы контролировать эту территорию рядом с карфагеном. Да, карфаген что-то вообще рядом. Блин, я не спрятал своего прачника. Так, мы получили еду. И камень я возьму. Видите, я науку трачу на припасы. А не на открытие технологий. Блин, а там плохо, что он в лесу стоит. Что у нас по лесу... Так, а как бы нам так встать? Чтобы его выманить к нам. Давайте вот так, наверное. Чтобы он из леса вышел. Ну, вот еще место у карфагена. Так, ну тут надо быть осторожными. Вот это место точно надо забивать. Тут горы, скорее всего. Он тут не может больше. Ну, надо сейчас исследовать скаутом. О, у нас родился наследник. Царица хочет обучаться обращению с оружием. Можно нанять ей учителя, тогда она получит две храбрости. Либо слишком дорого отношения испортится. Так что, наймем ей. Денег за счет этих всех ресурсов. И за счет того, что у нас здесь стоит город той семьи, которая на 50% или на 100% больше выдает. Так, это все один город. Тут не может карфаген поставить город, пока варвары контролируют территорию. Тут все-таки есть проход. Ладно. О, тут видите, как мы сразу какой урон наносим? Значит, у нас приказов дофига остается. Надо больше рабочих и больше юнитов. Может, я поспешил с рабством? Так, еще камни получили. Ну, давайте на ракозначейство открывать. И амбар заодно. Скаут. О, крит прошел. Умер он, да. Критический удар прошел. Скаут не может атаковать. Давайте тут пособираем еду. У еды нет предела. Так что... Или пошли лучше скаутить территорию. Ладно, пошли скаутить. Потому что открытие новых вот этих территорий, которые там имеют название, дает легитимность. Соответственно, каждые 10 очков легитимности, это дополнительный приказ. А просто каждая легитимность, это мнение семей. Видите, тут мнение семей важно. Нам еще одну... Еще один город, конечно, надо бы поставить. Три семьи у нас будет. Незнакомый народ. Наши разведчики встретили чужеземных путников. Эти люди говорят на странном наречии, но на вид безобидны. Они хотят поприветствовать наш народ и установить с нами отношения. Не поставим ли мы под угрозу свою безопасность? У нас и без них довольно врагов, плюс 3 приказа и 20 очков опыта. Либо познакомьтесь и будьте к ним открыты. Давайте лучше вот это. Познакомьтесь и будьте... Они далековато, в принципе, от нас. Окей. Это меня устраивает. Новое место. Загр. Это вот эта гряда. Гор Загр называется. Так, ну я бы здесь поставил. Единственное, что мы лечиться не можем. Ладно, поведем сюда. Надо вылечить этого прачника, пока этот подойдет. О, рабочий. Так, ну я начну с мрамора. Конечно же. И здесь... Так, что семья делает? Дополнительный приказ, дополнительный цивик. А распорядители это что? Это указ имеется в виду. По завершении 6 приказ. Ну прикольно, кстати. Это прикольно. Но давайте прачника пока. Тут хотя он медленнее будет строиться, потому что... Да, кто не понимает, вот тут все строится за рост. Вот это, да. Тут все строится за муштру. 8 очков муштры. Так как для производства прачника требуется 60 очков, то получается 8 на 8, 64. Видите, построится прачник. И для проектов требуются цивики. Поэтому здесь, например, прачник 8 лет строится, а в Персепале он строится 7, потому что тут муштры больше. А, и не было прачника в итоге. Все ресы взаимопокупаемы и продаваемы. Вот сейчас самый дорогой ресурс железа, как видите. 4,4 стоит его купить. Ну, оракул это чудо. Мне предлагают его построить. Бесплатная шпионская сеть в каждом священном городе. Интересно, кстати. Но я пока... Ну, во-первых, у меня нет столько ресурсов, чтобы его строить. Ну, и во-вторых, нам лагерь нужен. Лагерь будет давать плюс 20% соседним лесопилкам, поэтому нам вот этот лес вокруг лучше не вырубать. Но тут еще прикольно сделано. На самом деле мы можем вырубать лес, он потом вырастет. По-моему, прикольная идея. Так, тут есть прачник. Посила начинаем. Так, этим отправляемся сюда лечиться. Этим двигаемся сюда постепенно. Так, добавляем полководца. Аданибала-министра. Или этого олигарха. Тут минус 3% к атаке, зато... Зато очки опыта накапливаются. И 10% шанс крита. Ладно, давайте... Давайте эту... А, мне не хватает. Видите, не хватает. Ладно. Тогда пока просто подходим. Следующим ходом мы сможем назначить генерала. Да, скауты незаметны, потому что у нас лидер интриган. За счет этого все скауты, где вы... Вообще, в принципе, скауты незаметны, если вы останавливаетесь в лесу. А вот если у вас правитель интриган, то они незаметны вообще везде. Мне кажется, важнее полководца назначить, чем повышение ему дать. Тем более, что он будет каждые 10 ход... Она будет... Каждый ход 10 очков опыта добавлять. Поэтому лучше так. Так, Карфаген пока этими варварами вроде не занялся. Так, нам надо тут вокруг исследовать. О, меха надо собрать. Повышение культуры тоже важно в городе, потому что каждый уровень... Во-первых, событие какое-то положительное происходит. А во-вторых, вы можете более крутые здания строить. О, состязание поэтов. Видите, как раз из-за того, что мы увеличили... Культурный уровень. Меценаты в Персеполе задумали устроить состязание среди поэтов, кто исполнит лучшую оду их замечательному городу. Они желают, чтобы в нем принял участник и наместник. Царь Лешис Созидатель. Так, преодолеть страх и выступить. Плюс храбрость. Плюс мудрость. Либо плюс храбрость. Давайте мудрость. Он у нас и так на науку прокачан. Давайте еще увеличим, чтобы больше выхлопа науки было. Видите, даже рядом с ними, когда находился... Вот этот значок показывает, что его не видно. Даже рядом, когда находился, все равно считалось, что не видно... Ну, пока у нас в соседях точно Карфаген. Колесо со спицами верховный. Ну, давай все-таки святилище откроем. Мрамор добавлен. Значит, пошел камень добавляться. Так. Нам с железом что-то надо делать. Для железа нам нужны шахты. Но сначала пастбище. У нас каждое пастбище дополнительное. Вот все другие цивилизации имеют половину приказа от пастбищ. А персы одно. Один приказ сразу. Полезные личные связи неожиданно открывают нам путь ко двору Ассирий и в покой ладык Карфагена. Советники рассчитывают улучшить отношения с обоими царствами. Но мы должны действовать осторожно. Выбрать себе в друзья ассирийцев или же карфагенян. Так. Какие у нас вообще тут отношения с ними? Минус 2 Ассирия. Минус 113. Карфаген. Мы слишком близко. Знаете, я бы ни с кем не улучшал. Просто не сейчас. Так. Еще полечимся. В следующем ходе уже начнем приближаться к варварам. Так. Тут мед надо собрать. И пошли вот тут. Надо где-то найти, где у нас... Ну, тут, конечно, город, но тут так себе. Мне интересно побережье, где город может быть. Ага, вот тут. Посмотрим, какие там лесы вокруг. Так, пока пропускаем ход просто. А как развитие? Оссирийцы сильнее, но знания примитивные. Карфаген сильнее, знания примитивные. О, встретили Рим. С той стороны у нас Рим, значит. Но вообще, вон его столица далековато, да? Последний день. Ваша супруга проводила в компании кувшина с вином, за что прозвана пьяницей. Ааа, минус дисциплина. Что-то забухала, царица. Черт. Из-за деревьев слышатся крики. Наши люди сбегаются на шум и находят раненого чужеземца из Рима, лежащего в грязи. Его перевязывают товарищи, которые рассказывают вам о происшествии. Их караван вез товары в ближайший город Римлян, как вдруг на них напали разбойники. Путникам удалось отбиться. И даже спасти свой груз. Чудесное вино. Позаботьтесь о раненом и помогите караван добраться до города. Убейте Римлян и присвоите себе груз. Нет, давайте поможем все-таки. Давайте улучшать отношения с Римом. И у нас явно будут плохие отношения с Карфагеном. Так что... Значит, тут... Я не буду тратить время на перевод. Вы извините уж, чтобы не скучал народ. Давайте вот у нас можно будет 90 цивиков и получить придворного воина. Либо улучшить 20 очков опыта Лешесу. Кстати, а сколько ему осталось до следующего уровня? У него по идее сейчас... А, так это и есть повышение квалификации вроде как. Давайте храбрость. Все-таки у него минус 1 храбрость. Давайте просто в 0 выйдем. И теперь повышаем уровень. Земледелец. Все фермы и плантации плюс 50 продукции. Но у нас ни ферм, ни плантации пока нету и не предвидится. Строгий. Плюс 100 очков опыта пехотным отрядом. Тоже интересно. Ну, земледелец пока нет, потому что... Ну, просто... Вот тут, конечно, фермы надо бы строить, но я не верю, что я буду скоро это делать. Хотя, может, и буду... Хм, может, земледелец реально... Ну, плантации я точно не буду, я только фермы. Вот и то тут 3-4 штуки, да? Плантации еще открыть надо. У меня даже нету... Нету ресурсов, где бы мне плантации надо было строить. Черт, выбор, конечно. Ну, и дисциплина просто плюс 30 золота в ход. Ладно, давайте, наверное, дисциплину слушать. Я не знаю, вот по поводу очков опыта. Я сейчас скорее буду поселенцев больше строить, чем армию. Блин, а с другой стороны... Где прачников надо строить? Ладно, давайте строгий все-таки. Я же строю поселенца, а потом всего прачника. Так, мне вот тут шахту предлагают, потому что у нас железа нихрена не хватает. Но я бы лучше вот здесь строил, потому что тут соседство будет. Ну, и тут больше дает железо. Даст железо, точнее. Вот можно так вот делать. Вы наводите, например, на рудник и показывает в этом городе весь выхлоп. Вот там, где я предлагаю, видите, 5 железа, а на холме 8. Это мы здесь строим пока. О, тут крабики есть. Так, интересно. Вообще, конечно, я бы вот этот город занял. Ну, тут видите, сколько варваров. Да, сначала надо этот занимать и этих убивать. Отличненько. Желжиковский лес. На жальгерис похоже чем-то, да? Правильно. Пускай там варвары скаута римского убьют. Так, добиваем. И сами в лесу стараемся стоять, потому что это стреляющий юнит. А в лесу мы имеем... Он имеет штраф к попаданию по нам. Блин, постоять мне тут или дальше бегать, открывать? Смысл мне тут стоять? Ну, еду, наверное, не буду собирать. О, лаванду можно. Это культурка. Тоже еда, да? Пшеница. Селенец. Прачник. Насчет того, что он строгий, этот прачник тоже получит опыт. И там я еще и в Персепале я прачника сделал. А почему прачников везде делаю? Потому что способность цивилизации больше именно к стреляющим юнитам. Так, значит, этот у нас посел сюда валит. Ну, как-то вот так. О, крит прошел, зашибись. Так, надо тут встать и добить его. Причем, смотрите, стреляющие юниты и лагерь забирают тоже. И вот теперь, если вы юнит тут оставляете на этом месте, никакая другая цивилизация не может это место занять. Правда, вы тратите на это один приказ каждый ход, но зато держите место. То есть она может занять, только убив ваш юнит здесь. Так, давайте прачника. Еще одного. Так, а пастбище там тоже что-то вокруг себя. Плюс 40% к соседним фермам. Раз плюс 40% к соседним фермам, то я бы, собственно, вокруг делал фермы. Или, подождите, давайте сначала шахты вот тут поделаем. Потому что у нас, видите, минус 2 железа идет. Надо, чтобы эти минус 2 ушли. Ух ты, сколько тут лаванды и руинки еще. Так, сначала лаванды соберем. Руинки, по-моему, тут невозможно угнать. То есть, если вы их видите, то они вам и останутся. Но вот это я не уверен. Можете меня поправить. Кто тут играл? Светилища открыли. Форум, дипломат. Давайте, наверное... Дипломат, это у нас в правлении они могут быть. Централизация и служение. Давайте, наверное, все-таки... Блин, или Одион. Нет, давайте, наверное, аристократию откроем. Блин, форум тоже прикольно. Это в городе проект делается. И будет каждый ход цивик давать. Не, ладно, аристократию. Вот здесь, видите, дипломат еще закрыт. Верховный советник и мастер разведки. Верховный советник это канцлер. Не знаю, почему у него... Верховный советник перевели. Против отрядов дальнего боя, ближнего боя, из племени. Давайте против племени сейчас прокачаю. Это пока, наверное... Причем из племени имеется в виду и варвары, и... Ну, и... Блин, или на крит лучше прокачать. Не, ладно, против племени. На вершине самого высокого холма расположился храм. Его колоннада украшена сияющим металлом и керамикой. Согласно местному преданию, в этом месте встречается небо и земля. Именно здесь произошло зарождение всей жизни. Чтобы в полной мере познать величие этого прекрасного места, нужно всего лишь принять участие в древней духовной церемонии и вдохнуть изменяющее сознание порошок. Из местных растений. Один из воинов подносит вам чашу с этим странным порошком, и вы видите тень сомнений на его задумчивом лице. Так, либо мой разум открыт, будет считаться иноземцем, плюс 2 к харизме и плюс 40 к культуре в Персеполис. Либо, не стану я в этом участвовать, будет образованным. Хм, я бы образованным взял, наверное. 34% к науке и плюс 2. Нет, давайте образованным. У меня 8 мудрости уже практически. Короче, я явно буду Лешес мудрый по итогу всего этого. по итогу правления. Так, скаут бежит. Эти ребята... Так, у меня еще 6 приказов вообще. Давайте мы, наверное, поведем вот этого уже обратно, чтобы лечить Этим займем тут место, чтобы никто не занял. И, собственно, закончим ход. Вообще, повышение 28 стоит. Давайте повышение дадим. Тоже против племени. Чтобы не терять время. Потом, для повышения. Царевна Гордия становится достаточно взрослой, чтобы пройти обучение у придворных. А, у нас, кстати, наследница... Все яснее проявляет черты своей матери, царевна. Посмотрим, к чему это приведет. Она может стать смелым, закаленным или кровожадным. Итак, смелой. Плюс 2 смелости. Так, что она будет изучать? Ну, я бы тактику военных действий. Нам явно война грозит в будущем. Так, куда мы город ставим? Фига, тут сколько... Смотрите, какая огромная территория присоединится. Так. Знаете, мне вот тут именно нравится, потому что еще вот эти тогда... Козы присоединяю. Так что сюда я ставлю город. И... Значит, мы берем священнослужителей, да? Вот и все три семьи. Ну, из-за растризма-то, потому что мы священнослужителей выбрали. Любая семья священнослужителей сразу основывает религию. Первая религия в мире. Лечимся. Так, этим... Прачником... Сюда, наверное... Сюда прям... Я не хочу давать повышение, я хочу генерала назначить. Ну, и этим прачником тоже у нас... Тут... Четыре прачника пойдет вот с этим разбираться. Там у Кати дофига варваров. Начинаем с рабочего всегда. Как минимум, по одному рабочему в каждом городе должно быть. Из древних культов огня в городе Катура родился и утвердился зороастризм. Учения пророка Зоратуштры передавались из поколения в поколение. Теперь они становятся привычной частью жизни города. В них описывается вселенская борьба божества Ахурамазды с нечестивым Анграмайнью. Те же, кто живет идеалами истины, справедливости и смирения, помогают Ахурамазде в его сражении. Окажете ли вы поддержку новой вере? Так, выделите камень на строительство святилища. Разузнайте побольше об их учении, пусть каждый сам. Давайте, наверное, выделим камень на строительство святилища. Пускай лучше отношения. Кстати, может мне перейти самому в зороастризм? Я бы перешел. Ладно, подождите, что мы тут можем сделать? Давайте сначала... Просто там два приказа это требует. А вот и дерево закончилось. А, это... Не, приказы есть. Приказы есть, а вот дерево закончилось. Так вот, чтобы построить рудник, если не хватает дерева, вы нажимаете просто Alt. Нет, тут ошибка. Вырубить кустарник требует два приказа. То есть, нам не хватает трех приказов. Значит, мы начнем с этого, вот так. И вообще нет растений, это еще один приказ, и все, теперь нам не хватает, в общем-то. Поэтому невозможно было построить пращники. Ну, я бы, наверное, вот сюда специалиста посадил на мрамор. Мрамор, это не будет давать никакого ресурса роскоши, но зато будет давать цивики и больше камня. Ну, теперь уже, кстати, не хватает приказов, чтобы всеми походить. О, царица становится последователем зариоастрии. Давайте... О! Само принять зариоастризм пришло. Хорошо, что я не потратил приказы в прошлый раз. Ну, вообще, я должен сам еще принять зарио... Нет, уже не надо, да? Уже не надо. Так, у нас государственная религия зариоастризм. Отлично. И в городах с зариоастризмом будет уменьшаться несчастье. Ну, правда, в данном случае она не будет уменьшаться, потому что так-то зариоастризм минус один, но у нас за сложность плюс 12, и за рабство еще там плюс. Валит. Вот тут кто-то что-то собрал. Карфаген тут бегает, собирает все. Так, как у нас вообще отношения с Карфагеном? Минус 137. Они сильнее. Рим той же силой. Так, а что у нас плохие отношения с Римом? Мы разные, а судья интриган. Еще и другой религии последователи Карфаген. Блин. Что-то опасно юниты убирать. Может, давайте я этого пока тут оставлю? Пойду пока... Вот тут у нас есть юниты. Соседний отряд того же типа. Плюс 20% к силе. Если рядом находятся... Прачники будут находиться рядом. И плюс 20% к силе получается. Блин, ну там и варваров дофига. Рискую я, но все-таки пока отправляю юниты туда. Иначе мы очень долго там будем с варварами разбираться. А мне вот тут город обязательно доставить. Причем он тоже будет охотником. Видите, сколько тут этих сетей можно... Ух ты! На Персеполь пошла нападение. Ваша супруга становится главой зооастризма. Он семейный подряд. Нормально. Так, Вавилонию встретили. Ими правит царь Кудур-Эл-Лиль. Ученый. Так, ну радушные подарками, пожалуй. Причем Вавилон один из наших соседей получается. Деревню надо открывать, несомненно. Продолжаем шахты строить. Нам железо важно. Но это последнее, я думаю. Вот тут мы построим рудник, и тут мы построим рудник. И пока завяжем. Надо будет каменоломни скорее строить. Так, вот атака Персеполя, она снижает счастье на самом деле. Так. Ну, сейчас пойдем туда. С лагерем разбираться. Придворные дипломаты усердно готовятся к переговорам с представителями Карфагена и Рима. Но хотели бы сосредоточиться на чем-то одном. Кому больше уделить внимания? Ну, видимо... О, можно быть сделать очарованы обоих. Это благодаря тому, что у нас царь кроткий. Давайте. О! Да, получше стало зашибись. Так, царевна Гордия берет у руки тактики с большим энтузиазмом. Так, она... Блин, смутьяном стало. Это немножко... Ну, хотя плюс 25% против полководцев. Мне кажется, перевод такой немножко странный. Какой же тут смутьян прям. Так, и Вавилон у нас, видите, где... Ну, вообще далеко. С другой стороны. Кого мы еще не встретили? Три, четыре, пять. Мы не встретили Египет и Грецию. Видите, тут уже конец карты. Ну, тут место у Карфагена есть, куда селиться. Правда, какое-то странное, без ничего. Голый Вася какой-то. Ну, тем не менее, блин. Так что я не считаю, что я его тут подселил. Это стратегически важный город. Ну, правда, к столице, конечно. Ассирия объявляет войну фракийцам. Когда вы обсуждаете договор с Карфагеном, вы ясно даете понять, что хотите, чтобы кто-то избавился от этого назойливого, от этой назойливой аждонат. Это царица Карфагена. Неожиданно все приходят к согласию, и вскоре решаются практические вопросы. Остается только один. На чем сосредоточиться? На скрытности или на скорости? То есть, типа, убить царицу Карфагена. Ну, я бы сосредоточился на скрытности. Олигарх Гурдзад Кроткий признается в любви. Но спасибо за поэму, но мы останемся друзьями, типа. Так. Появляется амбиция контролировать 10 единиц населения. Или накопить 2000 права, но это имеется в виду вот эти цивики. Я бы 10 единиц населения попробовал контролировать. Только вот у меня вопрос, чисто в одном городе или вообще. 6. Непонятно. Такое ощущение, что это все-таки в одном городе. Жители плюс специалисты. Ну, вот тут же у нас 3 жителей, 2. А, и 2 кто? А, это уровень недовольства, походу. Значит, да, все-таки это во всех городах. 3, 4, 5, 6. Да. Это во всех городах. Ладно. Ну, я думаю, что это легкое выполнение амбиции. Зароастризмном. Угу. Вот тут уже Карфаген какие-то города ставит. Камнерез. Ну, я бы специалисты еще, потому что это еще плюс к этого пастуха. Потому что это еще плюс к приказу. Не хочу по этому стрелять, потому что он в лесу. А тут тоже примерно такой же. Это плюс 25% из-за того, что в городе находится. Но я все равно буду по этому стрелять. О, крит прошел. Зашибись. И минус лагерь. Отлично. Это очень хорошо мы подолбили. Очень хорошо. Так, ну нам надо тут поселенцев сделать. Иначе нам заселять нечем. Потом, когда тут поставим город, пойдем вот с этими варварами разбираться. Блин, откуда у вас уже появились сразу? Появляется иудаизм в Египте. У вас родился сын. Так, теперь он наследник, кстати. Умирает гурдзад кроткая. Только митра ей судья. А мехронид это... Это семья мехронидов, да? Надо посмотреть, как у нас с семьями отношения. Плюс 108. Не, лучше давайте не будем ухудшать с ними отношения. Лучше с женой ухудшим отношения. Тем более, что наследник уже есть. Так, это наша дочка, принцесса Гордия. Сострадательная. Строгая. Или жестокая. Ну, вообще для генерала лучше строгой, я думаю, быть. Так, полководца. Против... 25 против племени. А, уже есть это повышение. Тогда либо смутья, не просто храбрость, наверное. Против полководца вряд ли у варваров будут скоро полководцы. Точнее, у варваров не будет просто вообще полководцев. Их, в принципе, не будет. Так, а есть еще генерал свободный? Есть. Ну, вот этого я лучше возьму. Этот может просто министром быть еще. Собираем оливки. Дополнительно культура в города. И в столице поселок, конечно же, сделаем. Надеюсь, сейчас не появится опять юнит в лагере. Вы известны как Леша с Просвещенной. И я... Да, я ачивку получил Просвещенной, видите? Сообщение о набеге племени из нумибийцев около Персеполиса. Сейчас там варвары побегут. Так, я могу получить расширение границ. Все города плюс 6 клеток. Либо бесплатного рабочего. Что-то, что другое удалится. Вы знаете, я, наверное, лучше рабочего возьму. По той простой причине, что границы расширяются, когда вы все равно строите по этих... Вы строите специалистов, расширяются границы. Я сейчас буду строить еще эти... Как его? Домики. Границы расширяются. Вот эти деревни. Так, сейчас я соображаю. Там просто домики имеют соседство с культурами, типа с Одионом. Наверное, надо так. Вот тут у нас будет Одион, Колизей, Амфитеатр. Вот так, да? А домики, значит, тут, тут и тут ставим. Не знаю, не хочу пока светили. Какие у нас вообще светилища у Персов? Плюс 20% к соседним рудникам. Плюс 20% к соседним фермам. Плюс 20% к соседним сетям. А вот это интересно. Кстати, вот сюда можно будет это светилище. Ну ладно, сначала домик все равно устрою. Потому что их ограниченное количество. Ух ты, какой вулкан тут. У него будет название какое-то? Или как? Должно быть, мне кажется. Вот тут у двух прачников прям уровень. Блин, тут не пройти из-за этого парня. Ну, придется убивать. Ладно, я все-таки повышение возьму. Орлиный глаз. Это чтобы штраф за расстояние не появлялся. Это очень классная для стреляющих юнитов прокачки. Ну и в общем-то на этом тогда первую серию я закончу. Потому что мы расчистили место для еще одного нашего города. В принципе, расселение проходит пока нормально. Отношения отношения с другими цивилями только с карфагеном. Мне кажется, проблемки есть. Но они логичны, потому что они наши соседи. Все-таки прям рядышком находятся. Дальше тут заселяем. Этих варваров бьем. И вот тут, видите, вот варвары появились. Это вот этот набег около Персебриса. Но, слава богу, армия у меня именно здесь. Продолжение в следующей серии. Если вам это видео понравилось, пожалуйста, не забудьте поставить лайк. Ну и напоминаю, что у меня на канале уменьшился доход благодаря военным действиям России в Украине. Так что если есть возможность, становитесь спонсорами. Переходите на более высокий уровень спонсорства. Либо просто посылайте мне денежки по PayPal. Я все ваши сообщения читаю и радуюсь, когда мне приходит дополнительная денежка. На этом все. Играйте в умные игры и слава Украине! Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!